Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите в сегодняшней программе. В мемориале Брестская крепость героя прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны. Так должно быть, и это будет всегда. Будут звучать слова благодарности, будут гореть свечи памяти, а люди будут нести цветы к вечному огню, пламя которого горит в честь солдат войны. Все о медицинском обслуживании. Острые вопросы, проблемы и планы на будущее. В Бресте прошла совместная 25-я сессия Брестского городского и районного совета депутатов. Жара приходит не только с добром, но и с опасностями и трагедиями. Как уберечь себя от них, учат специалисты различных профильных организаций. Летний патруль в действии. Гвоздестояние. Миф или реальность. Доступна лишь опытным йогам или каждому. Материал Алены Миневича о людях, которые не желают стоять на месте, как физически, духовно, так и интеллектуально. Участниках йога-студии «Радуга». Главное событие уходящей недели – Всенародный день памяти и скорби. 22 июня – день, о котором знает и который чтит каждый белорус. День, о котором знают и который чтят во всем мире. 80 лет назад немецкие войска напали на Советский Союз. С первых же дней война стала народной. Она сплотила миллионы людей, которые защищали Отечество от вероломного врага. Чего бы им это не стоило. Сегодня, спустя 8 десятков лет, общая трагедия 40-х по-прежнему объединяет людей. Людей разных национальностей и возрастов. Подтверждение тому ежегодный митинг-реквием, который проходит в символичном для представителей разных стран месте на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Первый удар войск гитлеровской Германии в 41-м приняла на себя Брестская крепость. И именно ее защитники – мужественные, отважные, сильные – показали, на что способен народ, защищающий свою родину. Именно здесь, на священной земле цитадели над Бугом, был заложен первый кирпичик победы. Именно здесь, в предрассветной тишине мирных лет, каждый год, утром 22 июня, проходит митинг-реквием, на который приходит почтить память павших людей разных возрастов – военные, гражданские, из разных городов и государств. День начала войны для каждого присутствующего – день памяти и скорби. 80 лет начала войны, все-таки это дата. У нас два деда похоронены в Белоруссии. Один командир партизанской бригады Васютин. И второй тоже Васютин под Гомелем, перезахоронен с Польши. Специально проехали проведать, пройтись по музеям. Я родилась, когда война началась, 20 лет прошло. Откуда я могу знать? А теперь вот, а молодежь вообще ничего не знает. А самое главное – не хочет это знать. Для этого и нужна, чтобы видели, как это сложно и тяжело, чтобы это вообще никогда не повторилось. Потому что я гражданин своей страны, потому что я помню подвиг народа советского, потому что я помню своего деда, который погиб под Сталинградом, потому что я помню, что это страшное время было для нашего государства, которое никогда не должно повториться. Я вообще-то чувство патриотизма испытывал всегда. Сам служил в вооруженных силах 27 лет, уволился званием подполковника. И мечтал просто побывать в Бресте, посмотреть, как люди защищали нашу родину, в то время Советский Союз. И вот я достиг, как говорят, своей мечты, хоть на старости лет, но побывать на этой земле и посмотреть, вспомнить всех павших во время войны. Вот уже много лет Брест не спит в эту ночь. Горожане считают своим долгом встретить рассвет в крепости. Они помнят и чтят тех, кто 80 лет назад, не раздумывая, первыми приняли бой и самоотверженно защищали нашу родину. Помнят об ушедших безвременного имя мира и справедливости, гости приграничного Бреста и ветераны, для которых этот день отзывается особой болью. Я сам участник в это время, я уже стоял на огневой позиции в Ленинграде. Встречал его три часа ночи, я уже встречал, уже была тревога номер один, объявление войны. Я уже стоял на огневой позиции, зенитной артиллерии, защищая небо Ленинграда от налета в немецкие авиации. Люди приходят, не забывают и чтят память тех, кто здесь, на Брестской земле, первыми встретили коварного врага. Мне пришлось с отцом в 41-м году на пограничной заставе тоже так же принимать, ну как бы, встретить первые минуты боев на пограничной заставе. Летний вечер 21 июня был теплым и радостным. Тогда еще никто не знал, что завтра будет война. В сезонном клубе Бреста шла репетиция местной самодеятельности. Счастливая юность, как положено, урвала. Но все это в один момент оборвалось. Планы людей, их судьбы и жизнь страны были разрушены. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. 80 лет назад на территории Брестской крепости под шквальным огнем врага началась Великая Отечественная война. Солнце едва взошло, счастье спокойного утра нарушила бомбежка. О событиях тех страшных и кровопролитных сороковых нельзя говорить без замирания сердца. В той ужасной трагедии, которая длилась так долго, страна потеряла каждого третьего белоруса. И каждый третий погибший белорус заслуживает слов признания. И к каждому солдату, деду, отцу, брату, матерям и сестрам, всем героям, известным и безымянным, обращается ныне живущие в минуту молчания. Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест. Когда говорят об испытаниях, вспоминают Брест. Когда говорят о жизнях, отданных за нашу землю, вспоминают Брест. Это общее для нас начало войны, символ этого начала, трагического и героического. И когда мы говорим Брест, ведь это мы думаем не только о защитниках Бреста, мы думаем вообще о том, как мы выстояли, как мы остановили врага, как мы разрушили его планы, как немцы не дошли за шесть недель до Москвы, как рухнул Блицкрик, как они проигрывали войну. Это слова Константина Симонова о войнах, отстоявших победу, о победителях. И к этим строкам нельзя ничего добавить. Они до сей поры свиньок цвета их летят и подают нам голоса. В памяти героев долг каждого из нас, наследников Великой Победы. 41-й год, несмотря на горечь утрат и кровопролитные противостояния, подвигами свят. Без героизма и мужества наших защитников не настал бы мирный 45-й. Именно здесь, на священной земле Брестской крепости, начинала коваться победа. И в эту скорбную ночь мы вспоминаем об ушедших героях, которые всегда будут жить в наших сердцах. Сегодня ночь действительно необыкновенная. Кроме того, 80 лет начала вероломного наступления фашистских захватчиков на нашу страну. Дружь бежит сегодня по телу. Ты понимаешь, что нет тех людей, которые оставили нам свободу, оставили то государство, в котором мы сегодня живем. Сегодня мир на земле, в родной Белоруссии. Мы сегодня понимаем, чего он сегодня стоит, как с политической точки зрения, так же и моральной. Сегодня брещане ждят этот памятник, этот праздник, потому что, к сожалению, здесь началась война. Поэтому Брещина всегда будет нести это гордое звание Герои крепости, где родились первые герои, которые защитили и показали, что такое Родина. В этой памяти о жуткой и кровопролитной войне наша сила. Сила белорусского народа, который выстоял и победил. И каждый раз, обращаясь к многовековой истории, мы обязаны помнить подвиг тех, кто в суровом 1941 году дал нам возможность жить. Об этом говорил в своем выступлении глава государства Александр Лукашенко, обращаясь к брещанам. Президент принял участие в концерте-реквиеме, ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-летию начала Великой Отечественной войны. Если бы камни могли говорить, они бы рассказали, что происходило здесь, в Брестской крепости, 80 лет назад. Если бы камни могли говорить, они бы рассказали, за что боролись герои Брестской крепости, весь многоликий многонациональный народ. Если бы камни могли говорить, они бы рассказали, как важно беречь мир, как важно жить в свободной стране. Память. Пока мы помним, другой войны белорусы не допустят. Именно эти слова Александра Лукашенко стали литмотивом его выступления. Но прежде президент Беларуси почтил память погибших героев, возложив венок к вечному огню мемориала. Субтитры подогнали Симон. 22 июня. День всенародной памяти и скорби. Сколько людей приехало в Брест. Сколько людей пришло в Брестскую крепость герои, чтобы сказать, мы помним, мы не забудем и нельзя забывать. Не забудем о подвиге защитников цитадели. Не забудем о каждом третьем погибшем Беларуси. Это они дали нам возможность жить. 22 июня разделила жизнь на до и после войны. То летнее воскресное утро стало страшным рубежом между миром и войной, между светом и тьмой, жизнью и смертью. На нашу землю двинулась вооруженная, безжалостная армада, которая несла гибель и рабство. Это потом. После 9 мая 45-го немцы назовут тот июньский день роковым для своей нации. А 80 лет назад гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси по бедным маршам. Они хотели пройти по нашей земле так же легко и быстро, как по Чехии, как прошлись по Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции, Греции, Польше. По всему нынешнему Европейскому Союзу. Прошлись торжественным маршем. А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен Белорусской, Брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкрик сорвался. Страшные были времена. Огромное количество мы похоронили, а еще больше без вести пропали. Так почтим же память героев, которые пожертвовали собой, спасли мир, свободу и независимость минутой молчания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В чем же стойкость советского народа, в чем же его сила, которая не смогла сломить фашистская орда в любве к родине, к отечеству? И сегодня белорусы отстаивают свою независимость, свою свободу с теми же чувствами. И цветных революций, подчеркнул президент, в нашей стране не будет. Сегодня нас не понимают потомки тех, кто в сороковые шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле, как государство. Видимо, им этого не дано понять. На реализацию цветного Блицкрига были брошены огромные финансовые ресурсы. За последний год мы испытали на себе действия самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают. Так что, воевать будем? Да бросьте вы, Белорусс, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн. Уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства. Возьмите любую, как мы ее называем, цветную революцию, которые совершены были в последнее десятилетие. Было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас спасать. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас или нет. Мы суверенные и независимые государства. Так будет впредь. Прошло 80 лет. И что? Новая горячая война. Вы посмотрите. Это что, символизм? Вчера, сегодня, ночью, ввели санкции, экономические санкции против наших людей и наших предприятий. 22 июня ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила. Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить. Немцы, поляки. Так называемый Европейский Союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю. И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят, под этими флагами победителей, запомните, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Это ваша земля. Берегите белорусы ее. Цените ее. Она, потому что принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам. Мы, родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим. Просто хотелось бы по-человечески. Как всегда, по-славянски. Сегодня мы славим подвиг нашего народа. Чествуем ветеранов и скорбим о погибших. Склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. Помните, эта память священна и незыблема. И пока она есть, эта память у нас, мы будем жить. Жить всегда. Достойно. Жить не на коленях. Так есть. Так должно быть. И так будет всегда. И в Брестской крепости героя зазвучала музыка. Священную войну в едином порыве спели все собравшиеся. Слова великой песни звучали гордо и победно. Звучали так, что бралось за душу. И эта музыка, эти песни – наша гордость. За воинов-победителей. За героев Великой войны, Великой страны. За тех, кого нет с нами и за ныне живущих. Концерт «Реквием» звучал в их честь. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Давайте зажжем огни. Песни военных лет в исполнении российского коллектива Хоры турецкого звучали на земле цитадели И как будто наполнялись новым смыслом Глубоким, страстным, нежным и таким проникновенным Подпевали все собравшиеся, независимо от возраста Пели старый млад, потому что мелодии все знакомы Родные и близкие сердцу ПЕСНЯ Впечатлило то, что здесь достаточно много людей Впечатлило, что здесь достаточно много молодежи Это наша память Это то, чтобы никогда не повторилось то, что это Это действительно ощущение того, что мы белорусы, что у нас все будет замечательно. Мне очень понравилась сама тематика. Именно войны, именно победы, именно страданий мужских, женских. Эти слезы детей вообще очень понравилось. И, конечно, хор турецкий был, конечно, бесспорный. Он показал на все, что он способен, конечно, и он нас очень сильно впечатлил. Больше всего, наверное, сам народ, который прибыл сегодня в такой трагический день, памятный день. Вообще день начался с реквиями, с митинга. Поэтому мы сегодня с самого утра присутствуем на всем, на всем мероприятии. Вот решили, что это просто наш долг. Для меня это не концерт. Это наша дань тем людям, которые победили, и те, которые в дни начала войны пожертвовали собой для того, чтобы противостоять врагу. Бывают дни и бывает такое время, события, когда слова ничего не могут сказать, и они ничего не значат, потому что все вот здесь. И просто хочется помолчать и, повернувшись к мужественным людям, которые сегодня увековечены в камне, сказать, что мы тоже готовы отдать жизнь за мир и за нашу страну. Мы не подведем. И верьте нам, мы всегда будем отстаивать наше государство. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Букинформ». Вы смотрите программу «Итоги недели». Продолжаем выпуск «Говорим о делах насущных». Совсем недавно мы поздравляли медицинских работников с профессиональным праздником. Говорили об успехах. А накануне прошла совместная 25-я сессия Брестского городского и районного совета депутатов, на которой говорили не только, а прежде всего о том, что еще нужно сделать в более успешной организации медицинского обслуживания населения и города, и района. Алена Миневич продолжит тему. На совместном заседании Брестского городского и районного советов депутатов в рамках обсуждения организации медицинского обслуживания населения города Бреста и Брестского района рассматривались острые вопросы, проблемы и планы на будущее. Вместе с тем было отмечено, что город идет в правильном направлении, и нельзя не сказать об определенных успехах, которые удалось достичь за минувший 2020 год. Год, отягощенный ковидом и выбивший поначалу из колеи многие учреждения здравоохранения, но со временем ситуации справились. Нам удалось сохранить санитарно-эпидемиологическое благополучие. Это большая заслуга в этом. Властей города, руководство городского Брестского исполнительного комитета, который предпринял все меры, чтобы не допустить распространения инфекции, был перепрофилирован коечный фонд, запущены финансовые большие средства, чтобы не допустить дальнейшего распространения данной инфекции, а также велась санитарно-эпидемиологическая работа со всеми группами населения, чтобы предотвратить распространение. Это, в принципе, нам удалось. И сохранить санитарно-эпидемиологическое благополучие без значительных ограничительных мер, потому что это было бы для многих предприятий и организаций в финансовом плане довольно-таки неприятно. Наш город непрерывно расширяется, а значит растет необходимость в новых медицинских учреждениях, строительство которых активно продолжается. В районе ЮЗМР-5 продвигается строительство многопрофильного медицинского центра, самого крупного на Брещене. Также продолжается строительство и планируется ввод в эксплуатацию нового корпуса Брестской детской областной больницы. Активно работают станции скорой медицинской помощи на улице Суворова и коммерческий медцентр «Новомед». Вместе с тем многие учреждения здравоохранения нуждаются в обновлении материально-технической базы. Остро стоит этот вопрос и в Брестском областном роддоме. У нас большие надежды на закупку эндоскопического оборудования. Учитывая, что мы перинатальный центр третьего уровня, мы должны и обязаны оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. То есть вся область при каких-то сложных случаях, при различных сложных заболеваниях направляют к нам, как на третий уровень оказания медицинской помощи таких пациентов. Поэтому мы должны, конечно, мы должны быть оснащены соответственно. К сожалению, наше оборудование, которое у нас сейчас находится, оно уже, ну нагрузка на него достаточно большая, и это чувствуется. Поэтому мы очень надеемся, что все-таки нам помогут приобретение эндоскопического оборудования. Все еще актуален вопрос организации медицинского обслуживания населения в эпидемиологических условиях. В нашем городе, как и во всей стране, продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Сегодня привилось более 26 тысяч населения, что недостаточно, как утверждает главный врач города Сергей Кляус. Для того, чтобы обезопасить горожан в полной мере от мутирующего штамма, обязательная вакцинация просто необходима. Штаммы мутируют, появляются новые штаммы, вот этот, как называют его, Дельта, индийский штамм. Он уже даже вытесняет штамм Великобритании, он в Минске выявлен. Ну, тут чего греха таить, не надо расхолаживаться нашему населению. Заболеваемость должна будет подрастать. И я здесь четко хочу сказать, что да, социальное дистанцирование, масочный режим, это неотъемлемые атрибуты по этой ситуации. Но вакцинация против коронавирусной инфекции, она позволит нам порвать этот порочный круг и избежать дальнейшего нарастания заболеваемости. И я хочу призвать всех брещан и жителей Брестского района прививаться. В наличии есть вакцина, и прививаться надо. Если кто-то в интернете что-то там читает, какие-то там за, против, это все неправда. Прививаться надо. Особенно еще даже хочу сказать тем, кто переболел ковидной инфекцией, уважаемые наши жители города Брест и Брестского района, когда проходит 3-6 месяцев, уже после трех месяцев, после заболевания, можно прививаться. Еще один не менее важный момент – соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в городе и области. Не стоит забывать, что в одну ногу с коронавирусной инфекцией шагают и различные виды гриппа, ВИЧ-инфекция и другие не менее опасные заболевания. Дальше это опять же подготовка к нашей прививочной кампании против гриппа, которая начнется с 1 октября. Это тоже важно, потому что и грипп, и коронавирус, они будут циркулировать, возможно, наслоение одной инфекции на другую, поэтому это будет приводить к осложнениям и к последствиям. Это актуальная тема ВИЧ-инфекции, которой необходимо, несмотря на ковидные проблемы, заниматься. Надо заниматься и вакцинацией против других инфекций, но и все другие вопросы, в частности, и формирование здорового образа жизни. Мы тоже сегодня будем на сессии обсуждать реализацию профилактических проектов, которые действуют в городе Бресте и в Брестском районе. Планы и конкретные цели поставлены, остается только планомерно идти к их осуществлению. Песня со словами «Ненужен нам берег турецкий» уже успела стать новым гимном для белорусского туризма. Вместо заграничных курортов и бескрайних морей, все чаще горожане выбирают для себя как альтернативу отдых в Беларуси. Тем более лето в этом году радует. Температура плюс 30, палящее солнце, теплый песок и легкий ветер. Условия ни чуть не хуже, чем за границей. Погреться на солнышке и поплавать даже в акваториях родного города – дело приятное. В числе желающих и дети, и взрослые. Правда, об элементарных правилах безопасности во время беспечного отдыха вблизи водоемов помнят не все. А потому такое сильное тяготение горожан к воде стало очередным поводом для усиления мониторингов сотрудниками МЧС, освод и специалистов других ведомств. Как не допустить беды? Что делать, если в воде тонет человек? Где можно купаться этим летом и как не нанести вред здоровью? Наши корреспонденты узнали ответы на эти и другие вопросы и готовы поделиться полезной информацией. Палящее солнце и температура плюс 30. Многие горожане отмечают, что такого лета не было давно. Шансы закипеть в этих погодных условиях растут в геометрической прогрессии. Ведь жителям каменных джунглей сейчас особенно сложно. Так как от угольно-черного и накаленного до предела асфальта становится только жарче. Все пытаются найти выход из ложившейся ситуации. В помощь фонтаны, которых в Бресте немало. По решению городской администрации наслаждаться их летним прохладным бризом можно с 10 утра до 10 вечера. Но и пляжи в помощь. Здесь и старый млад ищет и находит возможность охладиться воде и на время убежать от палящего солнца. Сначала, скажем так, аномально жаркой температуры. Жители города Бреста и гости города Бреста очень активно используют пляжные зоны для отдыха у воды. Я скажу, что концентрация людей очень большая. Такого наплыва людей мы уже давно не видели. К слову, на Брестских пляжах можно не только искупаться и позагорать на солнце, но и освежить в памяти полезную информацию. Например, как оказать первую помощь утопающему. Для того, чтобы оказать ему правильную помощь, пострадавшего нужно уложить на ровную, жесткую поверхность. Если это будет где-то на пляже, значит, выбрать нужно, чтобы не было бугристой поверхности, потому что поломаете весь позвоночник, оказывая помощь. Поэтому нужно уложить более на ровную, жесткую поверхность. Этот мастер-класс собрал в одном месте большое количество людей. Ведь ни для кого не секрет, что вода – это не только источник прохлады, но и опасности. А потому к вопросам оказания первой помощи отдыхающие относится серьезно. Среди тех, кто увлеченно наблюдал за проведением ликбеза, Александр Башком. Без шуток полезно знать каждому практически, потому что когда происходит эта стрессовая ситуация, и в моей жизни я видел рядом, когда тонули люди. И просто в растерянности много людей не знает, что делать. И я в том числе каюсь, хотя и в школе, и в институте это дело проходили, но нужно освежать, конечно, такие вещи. Потому что в стрессовой ситуации ты вообще не знаешь, что делать. И не нажимать, и куча людей бегает, которые тоже не знают, чего делать. Кто звонит, кто еще чего. Поэтому базовые вещи знать, конечно, надо. Отдыхать на пляже здорово и здорово. Только в том случае, если горожане предпочтут официальный пляж, откажутся от употребления алкоголя и будут выполнять правила безопасности вблизи водоемов. Ведь, как показывает практика, трагедии не всегда останавливают людей от попытки рисковать. Статистика, к сожалению, вообще в целом по области, по городу Бресту, она, к сожалению, ухудшается с каждым днем. На сегодняшний момент на территории области уже погибло 27 человек. А вот в период июня месяца 15 человек. И вот сегодня, также трагический случай, манерно-поисковой группой областного освод был извлечен из воды гражданин, мужчина, 88-го года рождения, который утонул на красном дворе. Да, статистика неутешительна. Алкогольное опьянение и, как следствие, навязчивое желание отправиться изучать неизведанные берега, повышают риск того, что отдых станет роковым. Если такой итог вам не нужен, купайтесь только на официальных городских пляжах. Так вы будете всегда на виду у спасателей и других людей. В городе Бресте определено 5 зон отдыха у воды. Это правый и левый берега реки Муховец в районе моста по бульвару Шущенко. Это пляж Восточный в районе Гуздянского моста. Это зоны отдыха Гребной канал и Красный двор. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в целях безопасного времяпрепровождения на воде необходимо соблюдать основные правила безопасности. Это купаться исключительно в местах, разрешенных и специально предназначенных для этих целей. Не допускать купания в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буи и не нырять в незнакомой местности. И самое главное, это осуществлять непрерывный контроль за нахождением детей у водоемов и в воде. Профилактика гибели людей – одна из первостепенных задач органов прокуратуры. Сейчас крайне актуален данный вопрос в период летней жары, когда граждане массово отдыхают у водоемов, нередко подвергая своей жизни опасности. За распитие и нахождение в общественном месте предусмотрена административная ответственность. Также хочу пояснить, что купание в запрещенных необорудованных местах также предусмотрена административная ответственность по статье 24.42 Административного кодекса Республики Беларусь. В связи с изложенным в разгар купального сезона хотелось бы еще раз напомнить, что каждый гражданин должен самостоятельно заботиться о своей жизни и здоровье, а родителям несовершеннолетних следует усилить бдительность за время препровождения детей на воде. К слову, опасность себе скрывает не только водная гладь. Солнечный и тепловой удар с легкостью может отправить вас в нокаут, а потому необходимо помнить о правилах безопасности не только на воде, но и вблизи нее. Радует, что в областном центре немало осознанных взрослых, которые рассказывают детям, как уберечь себя от беды в такую знойную жару. Надеваю панаму, пью воду, в тень захожу, искупаюсь, чтобы немножко освежиться. Во-первых, мы пользуемся солнцезащитным кремом, головным убором. Периодически заходим в воду, периодически одеваем на ребеночка маечку. Я уже сама сгорела, поэтому я уже в майке. Сейчас будет самое активное солнце сейчас дня, поэтому в принципе уже пойдем домой. Именно так самые опасные часы считаются с 11 до 16, когда солнце наиболее активно. В этот момент лучше оставаться дома или в тени. На пляже необходимо использовать солнцезащитный крем, пить много воды, прикрывать тело и особенно голову. Ведь солнечный удар наступает при воздействии прямых солнечных лучей именно на эту непокрытую часть тела. Как помочь себе или человеку, оказавшимся в такой ситуации? Если это синкопальное состояние, человек самостоятельно может сказать, что я себя чувствую плохо, мне нехорошо. Самостоятельно, в принципе, как бы может где-то обтереться водой холодной, уйти в тенечек, лечь на спину и приподнять немножечко ноги кверху. Если это обморок, то есть это уже помощь могут оказать ближайшие отдыхающие, находящиеся на пляже, те же взрослые. Там может быть какое-то похлопывание по щекам, может быть какое-то растирание висков водой. Используем также аммиак, нашатырный спирт, то есть получается при резком вдыхании человек приходит в себя. И точно так же его уже, он не самостоятельно, а его другие могут укладывать также на спину, приподнять ножной конец и где-то тоже можно сбрызнуть прохладненькой водичкой. Это тоже лучше либо тенечек, либо какое-то помещение прохладное. Главное помнить, что всегда можно снизить риск любой опасности. Находясь под солнцем и вблизи водоема, зная про последствия и урон, который может причинить бездумное отношение к своему здоровью, соблюдайте правила безопасности. Только в этом случае ваш отдых будет приятным и счастливым. Да, отдых в прохладе водоемов то, что просто необходимо человеку в знойную погоду. Правда, отдыхать нужно умеющим. И умеют это делать рыболовы. Этот промысел – один из самых древних занятий человечества. Существует на всех континентах, дает возможность приятного общения с водной стихией. Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня. А к этой категории можно смело отнести добрую половину мужского населения Беларуси. Знатоки всевозможных приманок, спиннингов и удочек. Те, кто занимаются рыбалкой как видом спорта. Профессионалы и любители, и даже немалая часть представительниц женского пола могут смело назвать этот праздник своим. Даже те, кто не охотится на карпа или щуку регулярно, время от времени не может отказать себе в этом удовольствии. Сюжет, приуроченный к профессиональному празднику рыболовов, подготовила Людмила Логодич. Лески, блёсны, крючки и поплавки. Десятки разноцветных воблеров. Живые опарыши, подкормка с запахом клубники и банана для самой привередливой рыбы. Всё это разнообразие говорит о том, что хозяин магазина разбирается во всех тонкостях рыбалки. И это действительно так. Удилище от самых простых. Ценовая категория начинается от 20 рублей и кончается где-то до 500. Это удилище. Сигнализаторы поклёвок для карповой рыбалки, для филерной старт, где также от 16, допустим, и вот такие могут быть. Даже в эти комплекты, это немецкие, до 400. Это уже на любителей. У нас рыбаки, я не знаю, они не жадничают для себя. Будучи заядлым рыбаком, Эдуард даже бизнес по продаже рыболовных снастей открыл для того, чтобы всё для любимого хобби было под рукой. Вот и название у магазина, говорящая – барракуда. Я её ловил, да, я её ловил. Я эту барракуду держал в руках, она мне очень нравится. Это типа морская щука, барракуда. Мы в Египте её ловили. Мне очень она сильно нравится. Это очень хороший соперник. Самый большой лов, толстолуп у меня где-то на 30 килограмм, щука где-то килограмм на 10, голова у нас присутствует, там на стенде висит. Мы далеко не ездим, а в основном, если по Белоруссии, у нас своих озёр хватает, где очень-очень много рыбы. Белозёрск, озеро Белое, Луково, Малоритский район, ну и Дубай. А это совсем не Дубай, а наш любимый брейский муховец. И Сергей Савельев, для которого рыбалка – нечто большее, чем хобби, при любой возможности приезжает на это место, чтобы пообщаться с водной стихией. Нравится природа, течение воды. Ну, рыбалка – это как бы такой, не хобби даже, а увлечение интересное. Очень. В принципе, больше поймал-отпусти, потому что в основном всю рыбу отпускаю. Исключительно, если есть трофеи, то иногда трофей бывает, придётся забрать. Или если рыба очень сильно подранена, то приходится иногда забрать. Здесь рыба любая, абсолютно. Если для белой рыбы – это уклейка, карасик, а для хищника – голавлик, щука, жерик тот же, сон на течении стоит. Белорусское общество охотников-рыболов является федерацией рыболовного спорта в Республике Беларусь. Мы являемся активными участниками и сами организаторами проведения различных состязаний, соревнований. Благодаря нам в Республике Беларусь проводились не единожды уже и чемпионаты Европы, чемпионаты мира, и по фидеру, и по зимней рыбалке. Всё это, по большому счёту, проводится также благодаря нашим рыболовым-любителям. На сегодняшний день, вот за пять лет, могу сказать о том, что нами зарыблено 13 водоёмов-водотоков. Эти водоёмы выпущены 20 тонн рыбы. В Брестской области на данный момент официально числится более 5000 рыболовов-любителей, для которых рыбалка – это и отдых, и спорт, и стиль жизни. А потому время, проведённое здесь, пролетает незаметно. Время, проведённое на рыбалке, в счёт жизни не идёт. Просто, просто, разве что-то не прекрасно. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». В современном обществе наметилась благоприятная динамика в сторону развития моды на здоровье и правильные привычки. Сейчас в тренде здоровый образ жизни. Но жить здорово-здорого совсем непросто. Это целая наука, и одно из её направлений – формирование культуры здоровья. Совершенство физическое, духовное и социальное. Всё это актуально сейчас. В нашем городе непрерывно растёт число клубов и центров, занимающихся многообразием физических и духовных искусств. Скорее всего, все слышали про разные виды танца, гимнастику, йогу. Но многие ещё не знают о практике гвоздестояния. О том, что же это такое, кто этим занимается и зачем, расскажет Алёна Миневич. Знаете ли вы, что такое гвоздестояние? И что это вообще значит – стоять на гвоздях? В нашем городе есть клуб, где люди регулярно занимаются этой удивительной, необычной практикой. Сегодня в нашем сюжете мы расскажем вам, для чего это нужно и чем это так полезно для человеческого организма. В Бресте есть сообщество людей, которые просыпаются очень рано и регулярно приходят в йога-студию «Радуга» за своей порцией счастья и энергии. Глядя на доску с множеством острых гвоздей, приходит на ум мысль о том, что это доступно лишь опытным йогам, и эта практика не для непосвященных. Но это не так. При соблюдении правил безопасности и работе с инструктором это доступно каждому. Доска с гвоздями называется доска садху, что означает «святой человек», проще говоря, йогин. Доски бывают разных видов. Самое главное, когда хотим купить доску, попробовать у кого-то, ну нужна ли вам эта доска, да, попробуйте, если эффект вот то, что вам надо, вы это прочувствуете, это ваше, тогда можно заказывать доску. На что обратить внимание? Шаг гвоздей. То есть самый маленький шаг это 0,75 см получается, меньше сантиметра, 7,5 мм, если правильно сказать. Есть еще 8, вот я стою на 8 мм, и вот на этой доске, на деревянной гвозди чуть острее. На пластиковых, ну по ощущениям, гвозди чуть-чуть тупее, но они не тупые, но чуть-чуть полегче. Вот, есть еще сантиметр между гвоздями расстояние, ну это такие стандартные. Есть еще 1 см 2,5 мм расстояние, здесь уже посложнее стоять, и 1 см 5 мм. В чем же физический и главное духовный смысл практики гвоздистояния? Это одна из практик, которая помогает лучше познать себя. На физическом уровне гвоздистояние создает массаж стопы, на стопе у нас проекция всего тела, все нервные окончания от всех внутренних органов содержатся на стопе. И делая массаж стопы, мы все равно, что делаем массаж всех внутренних органов, оздоравливаем. Это что касается физического плана. Массаж стопы, конечно, можно делать и рукой, но гвозди, они еще добавляют еще один план, энергетический. То есть мы чувствуем потоки энергии как никогда, потому что такая высокая чувствительность поднимается. И вот эта прана жизненной энергии идет вверх. Но для чего она нам нужна, каждый решает сам. В самом деле я стояла уже в детстве на, скажем, таких иголочках, были самодельные иголочки. И мне было интересно реально попробовать на настоящих гвоздях. То есть посмотреть, что это такое, изменились мои реально какие-то эти чувства. Так как это было уже в каком-то осознанном возрасте сейчас, поэтому я получила какое-то даже духовное какое-то расслабление. Был релакс, удовольствие, вот именно само процессом. Мне даже не хотелось уходить. Мне очень понравилось. Это душевное утро дополнялось тонким и пронизывающим пением медитативных тибетских чаш. Во время практики гвоздестояния это особенно помогает учащемуся быстрее сконцентрироваться, ведь создаваемые чаши и вибрации успокаивают нервную систему и дарят чувство умиротворения, оздоравливая тем самым нервную систему. Поющие чаши, вот данные чаши производятся в Тибете. Они производятся из плава металлов, которые издают гармоничный звук, который гармонично воздействует на человека. Он проникает внутрь, гармонизируя внутри пространства. А так как мы состоим из воды, то данное наше водное пространство, наши молекулы гармонизируются в суровную структуру, и человеку получается такое наслаждение, благодатное состояние. И это медитативная, замечательная практика, которую можно дополнять с гвоздестоянием, с любыми другими практиками, в числе и с йогой. Обычная для членов студии радуга, не совсем обычная для обывателя, раннее утро продолжается в зале, все приступают к йоге. Йога – это не просто набор физических упражнений, это целостное и многогранное учение о познании себя и окружающего мира, имеющие тысячелетнюю историю. Занимаясь йогой, человек раскрашивает серые будни жизни яркими красками, налаживает тонкие настройки своей души. При всем при этом у практикующего улучшается физическое состояние, что приводит к гармонии со своим собственным телом. А еще студия радуга – это коллектив, который непрерывно развивается и открывает для себя неизведанные ранее практики. Йога – это соединение связь, переводится с санскрита. Мы все, хотим или не хотим, связаны с окружающим миром тонкими нитями, друг с другом, с животными, с растениями, даже с планетами и со звездами. И вот чем чище эта связь, соединение, общение, тем человек счастливее. Для меня, наверное, эта практика позволяет открыть себя, свое тело, научиться им управлять. И это определенный путь к здоровью, к хорошему самочувствию. В йога-студии есть киноклуб, мы занимаемся нейрографикой, организуются ретриты на природе. Недавно организован был ретрит в Пуще. Там же я попробовала гвоздестояние. Мне очень понравилась эта практика. Источник жизненной энергии у членов студии не иссякает. Их секрет прост. Они не желают стоять на месте как физически, духовно, так и интеллектуально. В очередной раз доказывая, что жизнь продолжается ровно до тех пор, пока в сердце горит неистовое желание жить. Это были итоги недели. Мы встретимся снова через 7 дней. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин